Привет! На фоне успеха среднебюджетной модели Asus Zenfone Max Pro M1 компания не стала дождаться 2019 года и в день анонса Яндекс.Телефона представила обновление. У нас имеются две модели — это Asus Zenfone Max Pro M2, а это Asus Zenfone Max M2. Различаются как характеристиками, так и ценой. Сегодня обо всем этом поговорим. Ну и M1 нам понравился, вы согласны. Интересно, что поменялось здесь. Давайте посмотрим. Начнем со старшей модели Zenfone Max Pro M2. Корпус теперь пластиковый, хотя, если не знаешь об этом, ни за что не догадаешься, потому что сделан под стекло с красивыми переливами, в общем, недешево смотрится. Сверху вертикально расположилась двойная камера и вспышка. Также сзади находится сканер отпечатков пальцев. С правой стороны кнопка питания и кнопка громкости, а слева — тройной слот, куда можно вставить и microSD и две SIM-карты одновременно. Внизу боль. Справа находится решетка динамика, которая стал и громче и мощнее, а по центру, что это Asus? Это microUSB на рубеже 2018-19 годов? Это не дело, конечно, но я знаю много людей, которые пользуются microUSB. У них все аксессуары дома с microUSB, они хотят покупать Type-C. Таким людям этот телефон однозначно подойдет, поэтому оставим все как есть. А вот из хорошего внизу остался мини-джек 3,5 миллиметра, куда можно вставить и наушники, и AUX, и все, что пожелаете. За это дарим благодарственную грамоту. Что касается толщины смартфона — это 8,5 миллиметров. Спереди дисплей защищает теперь стекло Gorilla Glass 6. 6, а что это значит? 15 падений с высоты 1 метр, и стекло не разобьется — это стандарт хорнинг. Это очень круто, потому что ни у одного телефона за подобную цену нет этого стекла. Да, можно вспомнить ROG Phone, но он стоит 70 тысяч, а вот здесь действительно классно. Экран теперь занимает 88% поверхности передней панели, и чтобы этого достичь, инженерам пришлось сделать вырез. Но согласитесь, к концу 2018 года мы к этому привыкли. Что касается матрицы — это IPS, это Full HD+, 2280 на 1080 точек, соотношение сторон 19 к 9 и яркость 450 нит. В вырезе скрыта фронтальная камера или вспышка, есть разблокировка по лицу, работает довольно быстро, при этом сканер отпечатка тоже молниеносный, отклик 0,3 секунды. Но действительно, с этим проблем здесь возникнуть в принципе не может. Внутри Android опять стоковый Oreo 8.1, и что касается Android P, его уже заявили на M1, то есть на старую версию, значит будет и здесь, обновление запланировано на март будущего года. По софту лишних вопросов здесь нет. Это, блин, всеми любимый нами Pure Android без лишних тем нагромождений, практически такой же как Pixel, только с нормальными кнопками внизу. А вот по железу есть серьезные улучшения, это 660 Snapdragon, сделанный по 14-нанометровой технологии, это Adreno 512, это 4 гигабайта оперативной памяти и 64 либо 128 встроенной. Вроде бы не игровое решение, но даже тяжелые онлайн-игрушки здесь идут без проблем. Телефон слабо нагревается, что лично меня порадовало, не говоря уж о переписке в мессенджерах и серфинге в интернете. Плюс он очень шустрый, в отличие от того же Яндекс.Телефона, который стоит примерно столько же. Но за что фанаты бренда полюбили эту линейку? Естественно объемная батарея и здесь ничего не стали урезать. По-прежнему 5000 мАч и он способен выдержать 48 дней в режиме ожидания, 22 часа видео и два дня в режиме активного использования легко. И вот здесь возникает вопрос, производители, а где наши смартфоны, которые способны выжать два дня? Только у Asus что ли? Камеры, если в прошлый раз особо не заморачивались и использовали сенсоры OmniVision, то в этот раз заморочились. Тут основной глазок это Sony IMX 486, такой же как в Mi A2, телефон в принципе меж собой похожий, там процессор такой же. 1.8 светосила, 1.25 микрон размер пикселя, в общем камера получилась неплохая, умеет писать 4К 30 кадров в секунду, фокусировка фазовая, электронная стабилизация и второй глазок используется для измерения глубины резкости 5 мегапикселей. Есть тут новомодный искусственный интеллект, распознают 13 сцен от еды и собак до людей и снега. Камера снимает неплохо, даже вечером можно получить хорошие снимки, в любом случае лучше, чем в том же Яндекс телефоне. Но не стоит думать об этом устройстве как о пикселе, он не умеет так снимать. Да, днем результаты получаются хорошие и в Instagram в любом случае можно что-то приличное забабахать. Что касается фронтальной камеры, она на 13 мегапикселей, диафрагма 2.0 и фронталка тоже ок. Забыли о важной детали, которая должна быть сама собой разумеющейся, но встречается не часто. Я говорю про NFC и он здесь есть. Выдохнули, ручонки задрожали, в общем можно ставить Google Pay и расплачиваться. И если сравнивать телефон с прямыми конкурентами, это Honor 8X и Xiaomi Redmi Note 6 Pro, то в первую очередь на Asus Zenfone Max Pro M.2 хочется отметить более объемный аккумулятор, наличие NFC, чем смартфоны Xiaomi не блещут, ну и конечно стоковый Android. Что ж с ценой? Она ожидаемо подросла. Версия, где 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, стоит 18 тысяч рублей. Топовая версия, тот же объем оперативки, но встроенной уже 128 гигов, стоит 20 тысяч рублей. Устройство скоро поступит в продажу, предзаказ уже открыт. Есть два цвета, это полуночный синий и космический титан. Ну вот синий классно смотрится, титан я не трогал. Теперь, если это дорого, стоит обратить свое внимание на обычный M.2, он стоит значительно дешевле. Версия на 3 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной стоит всего 13 тысяч рублей. Топовая, 4 гигабайта оперативной и 64 встроенной стоит 15 тысяч рублей. Цена хорошая, но что с ним не так? На самом деле все так, только концепция иная. Здесь такой же большой экран с вырезом, здесь тройной слот, microUSB, обновленный динамик, но нет NFC при этом. Корпус здесь тоже металлический, при этом есть два цвета, синий и черный. Дизайн также немного поменялся. Спереди огромный 6,3-дюймовый дисплей, но разрешение поменьше 1520 на 720 пикселей. Яркость 430 нит, матрица тоже IPS и вместе с разрешением экрана уменьшили также батарею. Она на 4000 мАч, но хватает тоже на очень долго, плюс есть быстрая зарядка. В старшей версии она тоже, кстати, имеется. Камеры здесь другие, основная имеет разрешение 13 мегапикселей, апертура 1.8, вспомогательный глазок на 2 мегапикселя. Что касается фронталки, это 8 мегапикселей, апертура 2.0. Производитель сенсоров не раскрывается, скорее всего, это OmniVision. И, естественно, этот телефон снимает не так хорошо, как версия Pro. Но что вы ожидали за 13 тысяч? Я думаю, здесь без вопросов должно хватать и ключевых функций, но в целом камера просто средняя. Среди конкурентов числятся Honor 8C и Xiaomi Mi A2 Lite. Объединяет эти три смартфона одинаковый объем батареи, вырез в экране и отсутствие NFC. Получилось ли в этот раз у Asus сделать классный среднебюджетный смартфон? Вообще обновление неплохое, потому что экран увеличили, вырез добавили и все минусы прошлого устройства тоже пофиксили. И вот смотрим мы на версию Pro, если можно так сказать, премиальный дизайн, неплохая камера, очень объемный аккумулятор, NFC, стоковый Android, ну и microUSB за 18 тысяч рублей. Дорого? Если дорого, посмотрим на более бюджетную модель за 13 тысяч без NFC и с характеристиками похуже. И вот если бы NFC здесь был, данный смартфон стал бы хитом, а пока Asus придется побороться с конкурентами за место под солнцем. Что касается обновления с M1, то год-два смело можно еще походить. Но если вы хотите купить просто бюджетный смартфон, чтобы при этом был именно с microUSB, ну фанатовый, я не знаю, там как раз аксессуары и так далее, таких людей, как мы уже сказали, много, чтобы все это держало два дня. И чтобы стоковый Android, ну я думаю, без вариантов, брать можно что одну версию, что другую. Ссылки как обычно в описании. Подписываться, не забываем вставить колокольчики, донатить, но не нам, у нас нету донатов. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok